Доброе утро. Итак, что такое гастрит и как он возникает? Гастрит это воспаление слизистой оболочки желудка. Как он возникает? Долгое время считалось, что гастрит развивается как результат неправильного питания, алкоголя, сигарет. Это до последних 30 лет, это то, что мы думали, это то, что мы знали. В последние 25-30 лет, начиная с 2022 года, была открыта бактерия, которая вызывает гастрит, язву, хеликобактер пилорий. И теперь, в общем-то, гастриты лечатся, есть определенные курсы лечения, которые мы даем. И, в общем-то, нет никакой причины страдать от гастрита. Скажите, во-первых, передается ли эта бактерия хеликобактер от одного человека к другому? И как выглядят симптомы гастрита? Как человек может заподозрить у себя наличие этой бактерии? На самом деле, мы заражаемся геликобактером еще в раннем детстве. Скорее всего, это происходит внутри семьи. Скорее всего, заражение происходит, как обычный вирус, оральным путем, фекальным путем. Обычно геликобактер находится в желудке и не вызывает никаких проблем. Небольшая, не специфическая какая-то реакция не приводит к никаким проблемам. До определенного момента, когда начинается воспаление, возникает, действительно возникает гастрит. В чем он проявляется? Во-первых, болями в животе. В какой области? Обычно есть боли в верхней половине живота. В зависимости от места, или это гастрит, или это язва. В принципе, основная масса, основная сиба заболевания язвы 12-перстной кишки. Это тоже геликобактер пилори. В зависимости от места поражения золочнокишечного тракта, у нас есть боли или с утра, или вечером, до или после еды. То есть, это были на голодный желудок, и очень часто люди пытаются заедать эту боль, то есть, как-то ее заглушить. И боятся идти к врачу, потому что они боятся обнаружить рак и так далее. Вот насколько быстро сегодня лечится гастрит, и как не дойти до язвы? Ну, на самом деле, если есть признаки гастрита, действительно стоит обратиться к врачу. В зависимости от дополнительных симптомов, у меня есть какое-то подозрение на более серьезную патологию, врач решит или делает, например, эндоскопическое обследование, исключить рак. Люди действительно боятся рака. И в этом одна из основных причин, что мы делаем эндоскопию, исключить серьезную патологию, рак. В зависимости от возраста и дополнительных симптомов, мы проверяем геликобактер или во время гастроскопии, или с помощью дыхательного центра, что это очень простая процедура, которая делается. Существует такое заблуждение, что при гастрите нельзя есть какие-то определенные продукты? Или все-таки это достаточно авторитетное мнение? Действительно, использование определенных продуктов может вызвать осложнение гастрита. Почему? Если мы кушаем пищу, которая соленая, кислая, очень жареная, то, что происходит, есть увеличение выделения кислоты в желудке. Представьте, что у нас есть воспаление, рана, выделяется кислота, соприкосновение с воспаленным желудком, вот вам возникли боли. С другой стороны, есть прекрасное лечение, мы даем, можно принимать таблетки один-два раза в день, практически исчезает выделение кислоты в желудке, тогда, в принципе, питание нужно. От гастрита можно избавиться навсегда, или геликобактер к нам возвращается? Скажем так, после того, как мы даем лечение против геликобактера пилории, обычно гастрит проходит, вероятность, что геликобактер вернется очень низко, меньше 1% в год. Что нужно сделать, если мы вылечиваем, скажем, гастрит, у нас, как бы вы объяснили, что он достаточно быстро лечится, а вот язва, как она поддается сегодня лечению? Основная масса язв также вызывается геликобактером пилории. Если мы видим язву на эндоскопии, даем лечение, обычно есть геликобактером, даем лечение против геликобактера, плюс препараты, которые уменьшают выделение кислоты, в течение недели-двух язва может зарубцеваться, дополнительно гастроскопия, через несколько месяцев практически мы видим здоровый желудок или 12-перстный пешок. Замечательно. А язва может в конечном счете перерасти в онкозаболевание? На самом деле язва сама не перерастает в рак. Но часто может быть ситуация, при которой рак проявляется, как язва в желудке, например. Ну тогда это действительно рак. Но сама язва не может перерасти в рак. Люди еще очень часто боятся самой подготовки к обследованию. Вот насколько это сложное обследование или нет? Ну, сложное обследование – это вопрос теоретический. Процедура длится несколько минут. Обычно люди спят, никто ничего не чувствует. Мы проверяем, вставляем эндоскоп, проверяем, берем биопсию. В принципе, основная масса пациентов нет страдает от этой процедуры. Так что будем заботиться о себе. Спасибо, Саша. Итак, любую болезнь легче вылечить на ранних стадиях. Поэтому если боли в животе беспокоят вас вновь и вновь, обратитесь к врачу-энтерологу, который поможет решить эту проблему.